Следующая программа стала возможна благодаря вам, партнёры телеканала CNL. Иисус сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. И они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Через силу крови вы тоже можете получить свободу от сатаны. Вы тоже можете преуспевать. Вы тоже можете быть исцелены. И так и будет. Скажите, исцелены! Бог даровал пастору Бенни Хину поручение приносить спасающее и исцеляющее Евангелие Иисуса Христа, потерянным и страдающим людям по всей земле. К тому же он увещевает, обучает и оснащает христиан, чтобы они могли влиять на свои семьи, церкви, общины и страны. Я становлюсь на колени и умоляю каждого христианина в Республике Конго. Верните крест Иисуса! Верните его в свои дома, в свои гостиные, в свои семейные собрания. Говорите о нем своим детям. И когда вы это сделаете, когда вы сделаете это, сатана уйдет из вашего дома. Сатана! Недавно пастор Бенни был в двухнедельном туре по Африке. Он провел огненную конференцию в Кампале, в Уганде. Затем были особенные собрания в Дурбане и Ист-Лондоне, в Южной Африке. Последнее служение прошло на многотысячном стадионе в Киншасе, Конго. Этот крусейд сопровождался невероятными чудесами в духовной и физической сфере. Его темой был призыв смотреть на крест Иисуса Христа и призывать его кровь не только на жизнь отдельных людей, но и на будущее этой страны, которая находится в Центральной Африке. Отклик на послание пастора Бенни – это демонстрация того, почему международные крусейды настолько жизненно важны не только для народа Конго, но также и для вашей страны. И эти собрания стали возможны благодаря молитвам и поддержке соработников этого служения. Бог открыл израильтянам силу креста. Они увидели, как язвы коснулись каждого в Египте, за исключением их семей. Они увидели силу крови. Ангел смерти не мог войти в их дома, потому что Бог сказал, «Когда я увижу кровь, я не позволю ангелу смерти коснуться ваших домов». В 12-й главе книги Исход О, это славно! В 23-м стихе Библия говорит, «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей». Смотрите, что сказано дальше. «И не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Скажите еще раз, он не позволит. Скажите еще раз. Скажите еще раз. Сатана не может. Он не может. Он не может войти в ваш дом. Дьявол способен посетить семью ваших соседей, но не в ваш дом. Я всегда говорю, дьявол может заглянуть к вам в окно, но он никогда не будет способен войти в дверь. Сатана не может. Он не может. Он не может войти в ваш дом. Через веру. Ни один бес не в состоянии переступить эту линию. «Брат мой, сестра моя, Иов понимал это. В книге Иова 1 главе 5 стихе говорится о том, что этот человек призывал защиту крови на своих детей. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем?» Так делал Иов во все такие дни. Он призывал защиту крови на своих детей каждый день. Каждый день, когда сатана явился в присутствии Божьей, он сказал Господу, что не может коснуться Иова. В 10 стихе враг говорит, «Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». Иными словами, ты увеличил его имущество. Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Ты увеличил его имущество, брат мой, сестра моя. В этом месте Библия говорит нам о том, что кровь Иисуса защищает различные сферы вашей жизни. Во-первых, она защищает вас самих. Во-вторых, она защищает вашу семью. Когда вы призываете защиту крови на свой дом, даже если члены вашей семьи не спасены, но поскольку вы призвали защиту крови, сатана не может коснуться вашей семьи. Сатана! Акокикосила! Фаминаете! В-третьих, сатана сказал Богу, не ты ли кругом оградил его, дело рук его благословил. Брат мой, сестра моя, кровь Иисуса защитит вас, вашу семью, и ваше имущество. все, чем вы владеете. Вы имеете законное право призывать защиту крови на все это. В-четвертых, не ты ли кругом оградил его? Иными словами, Господь защитил дело рук Иова, его усилия, его планы. кровь Иисуса может защитить от дьявола даже ваши проекты. Когда вы что-то планируете, что-то организуете, скажите, я призываю кровь Иисуса, кровь Иисуса, кровь Иисуса. В-пятых, Библия говорит, и стада его распространяются по земле. Библия говорит даже о том, что кровь Иисуса защитит ваши дела. Ваши дела могут быть защищены с помощью крови Христа. Вы видите это? Куда бы вы ни пошли, вокруг вас будет его ограда. Вокруг вас будет защита благодаря крови Иисуса, которая вас защищает. Каждый раз, когда вы будете куда-то входить, дьявол будет в страхе убегать. Народ Конго, я здесь, чтобы сказать вам, завтра утром, придя в то место, где царят смерть и разрушение, вы принесете с собой жизнь с небес, здоровье с небес, защиту с небес, потому что где кровь Иисуса, там и Дух Святой. Скажите, где кровь Иисуса? Там и Дух Святой. Израильтяне убеждались в этом снова и снова. В 21 главе Книги Чисел Библия рассказывает о том, что люди стали говорить против Бога. В результате этого в стан приползли змеи и стали их жалить. востовая против Господа, тем самым мы приглашаем змей в свои дома и в свою жизнь. В результате бунта против Бога приходят бесы, но Господь сказал, чтобы Моисей установил шест и на этот шест выставил медного змея и всякий, кто взглянет на него, будет исцелен и будет жить. Иисус сказал Никодиму, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому». Медный змей на шесте был пророческим образом того, как Иисус, 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 Иисус понес на кресте наши грехи. В Библии сказано, что всякий, кто будет взирать на Него, будет жить. Брат мой, сестра моя, я скажу вам, все, что требуется для того, чтобы вы освободились от дьявола, это снова увидеть крест. Снова взглянуть на крест. Бог не говорил Моисею, если они коснутся шеста со змеем, то будут жить. Или, если они поцелуют его, будут жить. Или, если поклонятся Ему, будут жить. Все, что надо сделать, это смотреть на Него. Просто смотреть. Смотреть. Брат мой, сестра моя, Иисус Христос призывает вас. Просто смотрите на Него и живите. Смотрите и живите. Смотрите и живите. Смотрите и живите. Скажите, смотрите и живите. Смотрите и живите. все, что вам нужно делать, это смотреть на Него. Перестаньте смотреть на дьявола. Перестаньте смотреть на свой грех. Перестаньте смотреть на себя. Смотрите на крест Христов. Смотрите на крест Иисуса. Если вы станете смотреть на крест, то будете жить. Будете жить. Люди, вы будете жить. Я говорю вам. Народ Конго, если вы станете смотреть на крест Христа, то вы будете жить. Хор. Я обращаюсь к вам. Если вы станете смотреть на крест Иисуса, то будете жить. Народ Божий, вернете ли вы крест Иисуса в свою жизнь? Если да, встаньте и воскликните. Да! Друзья, говорю вам, сейчас здесь происходят чудеса. Я говорю вам, сейчас здесь происходят чудеса. Все, кто находится сейчас на этом месте, встаньте и восклицайте. Восклицайте. Кровь Иисуса. Она достигает. Она достигает. Я говорю, она достигает. Она достигает. высочайших гор. Она стекает. В самую глубокую долину. кровь Иисуса дает мне силу. И за дня в день она никогда не потеряет. Она никогда никогда не потеряет своей силы. Иисуса как я уже вам говорил, наше чудо находится у креста Христова. Мне радостно, что сегодня мы показали эту часть нашего послания. Дело в том, что я хотел напомнить вам, без креста Иисуса мы никогда не смогли бы освободиться от иго-рабства, смерти и тьмы. но когда перед нами крест Христов, тогда у нас будет свет, слава и исцеление. Смотрите сегодня на Иисуса, смотрите на Его крест и примите исцеление. Наша передача главным образом посвящена исцелению. Да, время от времени у нас бывают учения, но главное призвание Бога для моей жизни это служение исцеления. Я никогда не оставлю его. Никогда не откажусь от Божьего призвания для моей жизни. Недавно Господь сказал мне, напомни моему народу о кресте. Поэтому, куда бы я ни ездил, я всюду проповедую Евангелие и крест. Так было и в Конго. Хочу напомнить вам о том, что без креста Иисуса мы никогда бы не получили исцеление, не получили бы свободы. И всякий, кто взглянет, будет жить. Так говорит Библия в 21 главе Книги Чисел. Все, что нам нужно делать, это взирать на Иисуса, на то, что Он совершил на Голгофском кресте, на Его кровь, которую Он за нас пролил. И тогда мы освободимся от своих грехов, атаков рабства и тьмы, от немощей и болезней. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе сегодня в полном доверии. Взгляни на каждого человека, верующего в Тебя. Убери эту болезнь. Удали боль из Его тела. Удали сегодня эту болезнь. Мы запрещаем ей во имя Твое дару исцелений, здоровья и мир во имя Иисуса. У кого-то сейчас восстановился слух. Примите свое исцеление. Также у кого-то исцеляется болезнь сердца. Да. Господь, благодарим Тебя. У какой-то женщины беременность протекает со сложнениями. Эта молодая женщина смотрит нашу передачу и только что она помолилась. Господь, скажи Бенихину. Господь сказал мне, что нашу передачу смотрит молодая женщина. Ваша беременность протекает со сложнениями и это состояние пугает вас. Будьте исцелены сегодня во имя Иисуса. У вас будет красивый, здоровый мальчик. Не беспокойтесь. Бог ответил на вашу молитву. Он ответил на ваш призыв. Я обращаюсь к вам. Вы носите очки. У вас светлые волосы. Бог услышал вашу молитву. Иисус чудесен. Все остальные женщины, у которых та же проблема, также примите исцеление во имя Иисуса. У какого-то человека инфекция во рту. Этот человек сейчас исцеляется. Да, Господь, благодарим Тебя. У кого-то прямо сейчас уменьшается опухоль на лице. Мы запрещаем его во имя Иисуса. Аминь. Если вы еще не знаете Иисуса Христа, просто скажите, Господь Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь. Прости мне мои грехи. Очисти меня своей кровью. Войди в мое сердце. Аминь. Аминь. Господь, я молюсь за нужды, о которых нам рассказывают в письмах. Восполни каждую из народа их. Ответ на все молитвы. Услышь мольбы Твоих детей. Я молюсь во имя Твое, драгоценное, Иисус. Аминь. Аминь. Помните, ваши просьбы о молитвах отправляются отсюда в Иерусалим, в наш молитвенный центр. Там за них будут ходатайствовать еще 30 дней наши драгоценные служители. Дух Святой дал рождение Церкви и Он живет в ней сегодня. Кого вы знаете из живущих в вашем доме? Программа, которую вы только что посмотрели, вышла в эфир благодаря партнерам СиЭНЭЛ. Продолжение следует...